Всем подписчикам привет! Сейчас хочу поделиться одним лайфхаком, который поможет вам восстановить влажномер или гигрометр психометрический вид 2. У меня он есть на канале. Это один из самых точных приборов, в отличие от электронных, которым можно точно замерить влажность воздуха в помещении, в комнате, в сауне, в других местах, где нужно точно знать показания влажности. Как он работает? Там два термометра. Один, так называемый, сухой, другой влажный, правый. И в разнице показаний между ними, по таблице, вы можете точно определить влажность воздуха. Но со временем, из-за того, что вот этот влажный термометр очень плохо подает воду из своего резервуара, у него такой левый резервуарчик, вот он, в который опущен вот этот капилляр, капилляропровод. Вот я покажу вам старый, который был на нем раньше, который я заменил. Он полностью задубил от солей, из-за того, что использовалась вода, не дистиллированная, а с содержанием солей. То есть, или обычная кипяченая, или иногда просто заливалась в него недистиллированная вода. И он просто плохо начинал подавать воду на кончик термометра. Что я сделал? Я взял для этих целей шнурок, даже капроновый шнурок обычный, который служит отличным капилляропроводом. То есть, по нему очень хорошо подается влага. Я обрезал нужную длину, вот она, нужная длина этого шнурка, обрезал ножницами. И из нее вытащил среднюю часть, средняя часть здесь тоже в виде шнурка. И затем его натянул на нижнюю колбочку, в которой находится спирт влажного термометра. Вот она, нижняя. Он хорошо натягивается на него с усилием. Верхний конец я перевязал ниткой, точно такой же, как была на старом. Для чего? Для того, чтобы не было лишнего испарения из этой части. Затем вытаскивается вот эта колба и отмывается от отложения емкость. Вначале просто павами, то есть растворителем для мытья посуды. И затем спиртом, асепталином, вы полностью ее, с помощью ватных тампонов, вы ее полностью отмываете, вот эту колбочку нижнюю. Затем надеваете вот этот шнурок, который нужный нам обрезанный, и у вас, в принципе, ваш прибор готов для работы. То есть вы уже затем чистый просовываете нижний кончик на этот приемник. И в результате полностью достоверно определяете потом показания. Но желательно и в дальнейшем, чтобы этого не было и меньше заменять, применять дистиллированную воду для него. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь.